Всего 4 вагона и в них нет мест. Поезд Барнаул-Татарская проходит через Ребриху, Славгород, Кулунду и уходит в Новосибирскую область. Желающих много. Прежде рейсов было больше. Больше было и самих вагонов. Светлана Рыбакова хочет, чтобы на маршрут вернули 613-й поезд Барнаул-Карасук. Он, кроме прочего, был еще и удобнее. Сторонников у Светланы много. В попытках достучаться до чиновников они даже импровизируют. Мы вот здесь собрали 40 подписей из 4 вагона нашего поезда, чтобы вернуть наш 613-й поезд назад. Потому что он был удобным и всем подходил. Пенсионеры из алтайских сел ездили на нем в барнаульские больницы. Студенты на учебу. Последние возмущены еще и тем, что все поезда, идущие до станции Татарской, лишились общих вагонов. То есть сидячих мест больше нет, а плацкарт в два раза дороже. Сидячие вагоны вот раньше я покупал, они стоили примерно 350-500 рублей у них вот так цены разнесли. А на плацкартные даже вагоны цены от 700 рублей идут уже. А купейные там вообще полторы тысячи могут стоить, чтобы доехать мне до моей станции. В результате сложной эпидемиологической ситуации мы действительно... У нас количество, так скажем, поездов, следующих по данному маршруту, оно уменьшилось. У нас глубина продаж билетов по этому маршруту в мае просила практически на 70%. То есть поезда шли с загруженностью 20-30%, не более того. Именно поэтому, объясняют в РЖД, рейсов и вагонов значительно меньше. Но с сегодняшнего дня, как заверил нас представитель компании, на маршрут до Татарской вернули общие вагоны. Со снятием ограничений поезда возвращаются на маршруты. Теперь все зависит от того, как себя поведет COVID-19. Андрей Дреер, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком.